Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что к нам присоединился. Добро пожаловать! У нас много чего интересного. Вы, я больше чем на 100% уверена, повысите свое качество жизни. Если будете постоянно хотя бы одним глазиком просматривать наш канал. Ну и конечно же, если вам нравится, ставьте лайки и поддерживайте меня морально, тогда все будет хорошо. Итак, Наночка. Нано пишет. Добрый вечер, Катюша. Пишу вам первый раз. Я подписана на ваш канал, с удовольствием слушаю вас. Спасибо вам большое за ваше доброе сердце. Спасибо, что в это трудное время находите время для нас. Наночка, никакого трудного времени у нас абсолютно нету. Я вам более того скажу. У нас самое благословенное сейчас время. Прекрасное время. Я не знаю, с чего вы взяли, что оно трудное. Прекрасное время. Время жить, время наслаждаться, время любить. Это прекрасное время. Хочу вас спросить, пишет Наночка. Знаете ли вы, как понизить холестерин в крови? Конечно, знаю, Наночка, знаю. У моей подруги пишет, очень высокий уровень холестерина. Что делать? Это первый вопрос, да? Помимо посещения врача. Что делать, чтобы он не повышался, а наоборот понижался? Значит, ну первое, это доктор. Доктор. И все, что я скажу, в первую очередь посоветуйтесь доктором. Вторая часть вопроса я отвечу немножко позже. Я сейчас именно на это развернуто отвечу. Сейчас хочу показать вам одно видео, где я с Леночкой ходила и собирала сафору. Посмотрите. Я очень люблю собирать травки. И вот такой вот шикарный, посмотрите, какие грозди. Вот шикарные грозди. Вот я беру у нее, у Лены. Вот мы собираем в железном порту. Еще вот она цвела сафору. Бесподобнейшая. Вообще я ее осенью собираю. Вот она. Посмотрите, какие грозди. Прямо просто богатейшие грозди. Удивительное дерево. Посмотрите, какое оно красивое. Вообще шикарное. Вот это дерево. Вот посмотрите, какие листики. И вот плоды. Обычно собирают осенью. Наночка. Вот это для вашей подруги. Это я выключила. Сейчас еще раз вам включу. Вот. Сейчас хочу показать вам именно. Вот. То солнце было сильное. Так, чтобы было видно. Вот. Вот она гроздь. Посмотрите, какая шикарная гроздь японской сафоры. Считается, что самое лучшее средство. Номер один. Поэтому я и как за номер один вам показала, как я собираю. Значит, вот плоды сафоры японской надо будет собирать вашей подруге. И амелы белой. Это самые эффективные для снижения уровня холестерина в крови. И чистку сосудов и нормализацию липидного профиля. Вот можно произвести с помощью настоя из плодов сафоры и травы амелы. Берут смесь из двух растений в количестве 100 грамм. Заливают литром водки. И полученный состав настаивают в стеклянной таре в темном прохладном месте в течение трех недель. А потом процеживают. Принимают лекарства не больше, чем по одной чайной ложке за 30 минут до еды. Пока не закончится вся настойка. И знаете, плоды сафоры японской и амелы белой. Они способствуют улучшению кровоснабжения головного мозга. Потом устраняют гипертонию. Это так, дополнительно. И помогают в лечении ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Это для того, чтобы и другие девчонки, мальчишки знали, что вот такое лекарство может вам облегчить, скажем так. И даже излечить. И вот настойка из двух растений, оно очень мягко очистит сосуды и будет способствовать профилактике их возможной закупорки. Вот амела белая – это эффективное средство для избавления от соли тяжелых металлов, которые отравляют наш организм. А сафоры японская воздействует непосредственно на плохой, ну в кавычках плохой, конечно, холестерин. Еще посоветую вашей подруге прополис обязательно иметь. 4-х процентная настойка, спиртовая настойка прополиса, она снижает уровень холестерина. Это за полчаса до еды принимают 1 чайную ложку 4-х процентной настойки. И предварительно растворяют ее в столовой ложке воды. Там около 4-х месяцев курс лечения. Хорошо для нее фасоль и горох, сельдерей ее овощ и обязательно топинамбур. Салаты из топинамбура каждый день, каждую осень и каждую весну в большом количестве топинамбур, да и летом тоже. Также обдать кипятком листики молодые топинамбуры и в салат везде-везде добавлять. Это значительно снижает уровень холестерина. Пересмотреть полностью питание, полностью ничего жареного, никакого картофеля вообще, даже одной штучки нельзя. Потому что картофель очень-очень большое количество крахмала содержит в себе. И когда этот крахмал попадает в кровь, он немедленно превращается в сахар и там уже делает свою злую работу. Поэтому что делает сахар, который из крахмала превращается внутри организма? Во-первых, он кормит, он питание, хорошее питание для раковых клеток. Но и еще плюс, конечно, повышает холестерин. Понятное дело, там же сахар, для сахарного диабета это, ох, как плохо этот крахмальчик. А что же ей подойдет? Вот люцерна, запишите для нее. Листочки люцерны, посевной. Вот они славятся своей способностью снижать уровень холестерина. Ну, конечно, не так, как топинамбур. Но все-таки люцерна легко выращивается дома. Она очень быстро ростки дает. И потом вы состригаете перед употреблением в пищу. И принимать их нужно три раза в день во время или сразу после еды. Употребляют именно траву люцерны, посевной. Ну, или свежевыжатый сок из нее. 30-40 грамм. Курс лечения там составляет около месяца. Наряду там со снижением уровня холестерина, листья люцерны, посевной, помогают при борьбе с артритами, остеопорозом, ломкостью ногтей, девочки, чтобы знали. И волосы. Например, сок люцерны я втираю с маслечком. Я люблю репейное масло. И несколько капель люцерны. Втираем в луковицы волос. Это бесподобная вещь. Масочка такая. И после того, как показатели холестерина придут в норму, необходимо закончить прием люцерны. Но соблюдать диету всю жизнь. Потом одуванчик. И не понимаю людей, которые топчат одуванчик и не собирают его. Это уникальное растение. Я читаю исследования Гарвардского университета. Молодежь, ну молодые студенты, и не только студенты, и преподаватели, и врачи, и доктора наук, они столько всего там пишут именно про корень одуванчика, про цветки, про вытяжку, про всё-всё-всё. Сколько всего. И у нас ни одной публикации. Ну такое достойное внимания. А я перевожу одну за другой статьей. И вот одуванчик. Вот корень одуванчика, он эффективен в плане снижения уровня плохого холестерина в крови. Кроме того, используют вот эту часть растения, я имею в виду корень. Именно корень. В борьбе с атеросклерозом у кого. И выводит вредные вещества из организма. Употребление корня одуванчика не имеет противопоказаний. Поэтому растение может применяться довольно длительное время. Я делаю из одуванчика, летом я вам показывала, замечательный уксус, великолепнейший квас. Вы скажете, он же горький. Нет. Нет. Когда вы делаете с сахаром, вы скажете, сахар вреден. Да, он вреден, если вы его добавляете в чай, выпиваете. Ужасно вреден. Если вы берете конфеты, кушаете и потребляете. А если вы взяли и сделали пробиотики, то есть дали побродить, немножко побродить одуванчику, цветочком одуванчика, с водичкой и в сахаре немножко, то получается великолепный кисловатый квас. И уже этот сахар, его давно съели бактерии пробиотические, превратились, выросли пробиотики. И вот это уже полезная вещь. Так что сахар полезный для кормления бактерий. Но только когда есть свет, а не внутри организма, в темноте, в слизи, вкидывать в себя сахар, тогда вы кормите другие бактерии. Раковые клетки тогда вы кормите. А вот когда вы в баночку и в цветочке одуванчика кидаете сахар и чуть-чуть водички добавляете, и начинается движение. Но сначала нужно хорошо, конечно, пожмакать одуванчик, чтобы он сок дал. Вот тогда это лекарство. А если сахар в организм, ложку, то это отрава. В общем, понятно, да, как принимать можно сахар. И вот так вот. И принимаем по одной чайной ложке, если высушенный корень одуванчика, то порошка перед каждой трапезой в течение полугода, дорогие мои. Красная рябинка прекрасно способствует выведению вредного холестерина из организма. Даже 5-6 свежих ягод красной рябины три раза в день перед едой. Замечательно. Кушайте 4 дня, потом перерывчик, еще 4 дня, потом. И так вот циклы в начале зимы. Как раз вот сейчас. Сельдерей – это как раз ее, вот вашей подруге, овощ. Запомните, топинамбур, сельдерей – это ее. Еще хочу отметить, конечно, золотой ус. Для приготовления настойки на основе золотого уса используют лист растения, где-то примерно 20 сантиметров. Лист нарезают в произвольном порядке, заливают одним литром кипящей воды и полученную смесь укутывают, например, в полотенце и оставляют настаиваться в течение суток. Затем процеживают, хранят в стеклянной таре в прохладном сухом помещении и принимают лекарства где-то по одной столовой ложке за 15-20 минут до еды в течение трех месяцев. Не меньше. Больше можно, меньше нет. Естественно, посоветуйтесь докторам. За время приема даже высокие показатели холестерина приходят в норме. Кроме того, золотой ус способствует снижению уровня сахара в крови, рассасыванию кист в почках и нормализации функций печени. Запомните, девчонки, кто у меня на канале Кэтрин Докс, обязательно выращивайте на подоконнике золотой ус. У вас не будет ни холестерина, ни сахара в крови, никаких кист в почках. Вот такое это уникальное растение. А лицо, какие маски изумительные. Из золотого уса вместе с медом я делаю. Это и с растительным маслом, оливковым, как правило. Это изумительные маски. Возьмите себе на заметку золотой ус. И оставайтесь с нами на канале Кэтрин Докс. А по поводу второго вопроса вашего, Наночка, я отвечу в другой раз. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Живите качественно, живите в счастье. И пусть Бог оберегает ваши семьи и вас от всего плохого. У вас все будет хорошо. И, Наночка, не трудные времена, а прекрасные времена. Я наслаждаюсь и благодарю Бога за каждый прожитый день. Слава Богу. Пока-пока.